Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первый и самый дешевый автомобиль из нашего списка это получается ВАЗ 2108 Почему именно эта машина? Да потому что за свои деньги, а она стоит 90 тысяч рублей, это просто самая лучшая машина То есть если вы не хотите много тратить денег, но хотите себе реально быструю машину, то эта тачка именно для вас, потому что данная тачка едет с первым чипом 200 км в час Поэтому тачка реально за свои бабки очень хорошая, очень быстрая, резкая, я сам помню на ней постоянно ездил, то есть тачка реально хорошая, хорошо управляется, хорошо разгоняется, то есть за эти деньги вы ничего в принципе дешевле не купите и лучше Вот для новичка это самая просто имповая тачка и лучше найти невозможно Да, возможно там не пиздец какая-то красивая там и так далее, хотя мне и лично кузов восьмерки очень нравится и тачка реально очень хорошая, красивая, симпатичная То есть если вы реально хотите тратить большие деньги, покупаете просто эту машину за 90 тысяч, ставите еще на тюнинг там 1100 и все, и у вас реально очень пиздатая машина, в которой едет 200, не все иномарки пацаны 200 едут, поэтому эта тачка заслуживает первое место в нашем списке Следующий автомобиль это получается Honda Civic, который стоит 450 тысяч рублей, эта тачка уже подороже конечно чем девятка, но едет она конечно же быстрее Максимальная скорость этого автомобиля 219 километров с первым чипом, то есть тачка реально за свои бабки просто топовая, внешний вид тоже симпатичный, такие обвесики, то есть тачка реально такая заряженная, она очень хорошо ускоряется, то есть реально хорошо рулится, мне эта тачка самому тоже очень сильно нравится За эти бабки мне кажется она самая такая быстрая, резвая, то есть быстрее тачки просто нету, поэтому если вы хотите реально быть каким-то там знаете, стритстракером, чисто гонщиком, такие ночью гонять, ебать туда-сюда То есть для вас эта тачка реально подойдет, потому что она очень просто быстрая, то есть за 450 тысяч вы быстрее тачку реально не найдете То есть 420 километров почти наедет и она очень хорошо рулится, да тоже конечно двухместная, как и девятка, но как бы девятка пацаны есть девятка, а здесь как бы Honda Civic, понимаете Роторный моторчик, который крутит нихуя себе, кому нравится, как бы японцы пацаны, это для вас тоже конечно же отличный вариант То есть 450 тысяч это реально немного, вы можете просто ввести промокод мой, вкачаться до 10 уровня и уже себе купить сразу эту машину, понимаете То есть на ней можно и просто покататься, можно реально погоняться с иномарочками подороже, на ней можно даже в принципе таксовать, то есть эта тачка тоже идеально подойдет Итак, следующий автомобиль это получается наш Skoda Octavia, очень симпатичная машина, как по мне, блядь, это самая просто красивая машина из нашего топа, потому что ну реально выглядит пиздато, пацаны Просто вах делает вещи, то есть Skoda выглядит реально очень пиздато, это уже пацаны у нас седанчик, это уже не двухдверная машинка, понимаете Максимальная скорость у нее составляет 202 километра в час, но выглядит она реально пиздато, то есть мне она очень нравится внешне Стоит она 800 тысяч рублей, то есть не так уж и в принципе дорого, но тачка реально хорошо едет, максималочка конечно да, не особо большая, но внешний вид реально очень симпатичный То есть тачка нормально рулится, нормально тормозит, то есть за эти бабки тоже тачка реально хорошенькая, такая симпатичная, хорошо разгоняется, хорошо поворачивает То есть все что вам нужно в принципе, то есть реально задняя оптика красивая тоже выглядит, морда реально мне очень сильно нравится То есть, ну, если её покрасить чёрной, поставить какие-то диски, знаете, тоже чёрный, просто сделайте такой антихром. Бля, реально она пушка будет, пацаны, такая гоночная просто пушечка, на которой можно хорошо так рассекать. К сожалению, конечно, да, она переднеприводная, но, в принципе, пацаны, нормально тоже пойдёт, я считаю. На ней можно тоже хорошо так похасанить, погонять, лево-право там туда-сюда, но я думаю, вы сами понимаете. Итак, следующий, пацаны, автомобиль, это, получается, Mazda RX, по-моему, RX-8, да, называется она. Но эта тачка, пацаны, уже, знаете, для дрифта, это уже для любителей дрифта автомобиль, стоит он 800 тысяч рублей. Шкода, если что, стоит 700 тысяч рублей, я немножко перепутал, то есть, эта тачка вот стоит 800 тысяч рублей. Максималочка, честно, не знаю, какая у неё, там около 200 с чем-то, но, кстати, ускоряется она очень даже бодро. Но самый тот прикол, то, что эта тачка реально для дрифта, просто вы берёте такие, опа, а она всё бочком пошла родная, можно на ней реально дрифтить. То есть, если вы любите пораздавать боком, эта тачка идеально подходит для вас. Дешевле машину для дрифта вы, как бы, не купите. То есть, это такой, знаете, единственный дрифт-корч, который вы можете купить до 1 миллиона рублей. Кому-то эта тачка нравится внешне, кому-то не нравится, как по мне, очень даже симпатичная мордашечка. Ну и задняя оптика тоже довольно-таки прикольная. То есть, за эти деньги вы лучше тачку для дрифта не купите. На неё ещё много тюнинга, как бы, есть, поэтому, я думаю, именно для любителей дрифта, для любителей японских машин, эта тачка подходит идеально. Поэтому, у кого есть 800 тысяч, просто едете, покупаете и всё. Итак, следующий автомобиль, это, получается, у нас вот такой вот мерседесик. Давайте, возьмём на тестик. То есть, ну, тачка уже, знаете, такая солидная, но уже всё-таки мерседес, пацаны, сами понимаете. То есть, очень хорошо так разгоняется. То есть, это, пацаны, лупаты, легенда 90-х, я думаю, сами понимаете. То есть, в принципе, максималка у неё, конечно, не особо большая. Здесь уже, пацаны, решает, как бы, внешний вид. Я думаю, вы, в принципе, сами это прекрасно понимаете. То есть, тачка такая симпатичная, такая бодренькая. Это уже задний привод, можно ещё подрифтить, понимаете. Конечно, для дрифта лучше будет Мазда, как я и говорил. Но на этой тачке тоже можно... На этой машинке тоже можно немножко, в принципе, подрифтить при желании. То есть, тачка реально такая хорошая, уже солидная, понимаете. Всё-таки уже мерседес, как бы, уже пошли, знаете, уже на вышку, знаете, вышка уже пошла. Тачка, в принципе, стоит ровно 1 миллион. Вам придётся, конечно, ещё на тюинг потратить. Но я думаю, если поискать бывшую машину, то можно тоже её взять за миллион уже с тюнингом. Следующая машина у нас тоже легенда 90-х. Это, получается, у нас уже волчок. Просто Е500-ый, мерседес, ебать. Кому что нравится, кому-то нравится больше лупатый, кому-то нравится больше волчок. Мне, честно, больше нравится вот такой вот волчок. То есть, тачка тоже стоит ровно 1 миллион. За эти бабки реально просто кайф, пацаны, просто кайф. Тоже, понимаете, мерседес уже вышка пошла, понимаете. Едет она тоже, там, примерно 200 километров в час. Да, не очень быстро, но это уже, пацаны, мерседес. Должны, в принципе, сами понимать. Тачка реально очень хорошо ездит, ускоряется. Но если его там в чёрненький покрасить, тоже эти сучки въебать, я думаю, будет реально пушка, знаете. То есть, за лямчик, я считаю, это тоже очень даже хорошая машинка. Ну что ж, дамы и господа, я надеюсь, что вам понравилось данное видео, оно было для вас полезно, потому что реально сложно выбрать тачку до миллиона. Но я вам в этом помог, как бы, надеюсь, что вы для себя что-то подберёте, купите себе тачку и просто будете ездить кайфовать, либо там зарабатывать деньги. Ставьте лайки, просто подписывайтесь на канал. Всех жду на втором сервачке, на сервачке Йелу. Могу вас принять в семью, принять в компанию. То есть, всё будет красиво. Ну и, конечно же, не пропускайтесь с ним, потому что там мы вместе развиваемся, общаемся и так далее. Поэтому приходите все на стримы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok